Беспощадная война Делонов Разгорается с каждым новым днем На нашем канале вышло уже три спецвыпуска Объясняющие позицию каждой из сторон Эта война не из-за денег Эта война не из-за наследства Теперь Аннушка Делон Делающая все, только лишь пику собственного брату Прервала молчание И как он выступила по телевидению С потрясающим заявлением о том Что она была близка к тому Чтобы наложить на себя уже руки Из-за всей этой ситуации На телевидение она отправилась сразу же после того Как побывала в душе Где ее братья записали Как элегантно она разговаривала с собственным отцом И сейчас вы увидите всю эту цепочку Аннушка Делон, возмущенная выступлением своего брата Антони по телевидению Чью интервью мы покажем в следующем видеовыпуске На нашем канале Срочно поехала в души К отцу А оттуда Прямо на телевидении Рассказать общественности всю правду Однако братья До этого записали ее И вот как там Все это было Папа, я так больше не могу уже Они меня бесят просто Бесят, бесят они меня Эти двое Весь Париж уже бурлит Ты слышал? Они просто меня хотят закопать уже Ты что не понимаешь вообще? Но если ты уже чокнутый на всю голову папа То я еще не дура Они хотят меня выставить как дочь Которая якобы манипулирует беспомощным отцом Куда там Нет, я всегда тебе говорила Что с ними всегда надо быть на чеку Понял? Ты вообще думал головой, что ты там наговорил, а? Какое, какое последнее Рождество тебе еще? Ты чокнулся уже, что ли? Ты понимаешь, что я теперь осталась обгаженная вообще? Ты понимаешь вообще, что ты устроил капкан? Но ты и сам в него попадешь, папа Понял? Из-за тебя я теперь каждый день по телевизору получаю по морде Во всех новостях Каждый божий день Все теперь уже все все знают И Антони теперь передадут опеку над тобой Доволен? Слушай, надо что-то решать Надо что-то делать с ними Подпиши теперь эти бумаги Вот здесь подпиши Адвокаты составили Надо с ними что-то делать Надо с ними что-то решать Теперь сюда уже едет мама И Эллен Фабьен сидит уже просто счастлив Сидят вдвоем себе Теперь потирают ручки Я говорю, зла не хватает Я говорю, зла не хватает просто Спасибо, что присоединились к нам в этот вечер Сегодня все мы ошеломлены просто Узнав об этой войне Которая вспыхнула в клане Делона Те события, которые происходили в последние дни Их представит Софи де Весье Последние три дня Между братом и сестрой Разгорелась настоящая война Все началось в четверг С интервью Антони Паримач В котором тот заявил Что подал в суд На свою сестру Аннушку Делон Обвиняя ее в том Что Аннушка Делон Укрывала Те факты Что Ален Делон На протяжении нескольких лет Имел негативные анализы И его здоровье Все это время ухудшалось Она скрывала От нас эти результаты Руководствуясь своими собственными интересами В тот же день Аннушка Делон Обратилась в суд с жалобой Против своего брата На клевету Взаимные претензии Брата и сестры Безжалостно разрывают Друг друга на части Антони Делон Обвиняет свою сестру Так же еще и в том Что она науськивает Своего отца Чтобы тот покинул Францию И срочно переехал в Швейцарию Только лишь по налоговым причинам Чтобы умереть там И чтобы наследство Открылось там Вследствие чего Она заплатит Гораздо меньший налог на наследство Чем во Франции Моя сестра боится того Что ей придется заплатить налоги Как гражданке Франции Поскольку ставка налога здесь На принятие наследства Составляет 45% И соблюдать наши законы Она категорически не хочет Налоговая система Швейцарии Действительно подразумевает Выгодную ставку На принятие наследства Которая составляет 0% Однако адвокаты Аннушки Делон Категорически отрицают Подобные манипуляции Со стороны их клиентки Аннушка Делон Прежде чем прийти сюда к нам Вы сейчас были вместе Со своим отцом в душе Да-да, совершенно верно Как он себя чувствует? Расскажите нам Он не в порядке Он очень плох Он очень слаб Он совершенно опустошен Увидев, как его личная жизнь И как личная жизнь И как личная жизнь всей нашей семьи Была выброшена На всеобщее обозрение И мое сердце совершенно разрывается Когда я вижу его в таком состоянии Вы имеете в виду то, что когда он все видит Его дети разрывают друг друга на части Да, именно так Он все видит Все читает И вот почему я сейчас чувствую себя совершенно опозоренной Мне совершенно стыдно Мне очень стыдно Что вся наша жизнь Вся наша личная, интимная жизнь нашей семьи Отображается сейчас Вот в таком неподобающем виде Но вам все равно придется ответить своему брату Который сейчас предъявил письмо генерального прокурора Который говорит о том, что у вашего отца сейчас нет выхода другого Кроме как находиться под опекой или попечительством И в связи с чем у нас к вам один вопрос Вы действительно скрывали медицинские результаты О состоянии здоровья вашего отца С тех пор, как мой отец заболел Все мои братья, так же как и я Имели полный доступ к тем же сведениям, медицинским картам Так же как и я У них была возможность располагать полные информации Такой же, как располагала я Все это время, начиная с 2018 года Извините, с 2019 года После того, как он заболел Ну, я никак не понимаю Я не знаю, зачем мне это делать И скрывать такого рода информацию Которая касается моего отца И которая и без того им могла бы быть известна Если бы они этого хотели Анушка, давайте теперь четко Чтобы была полная ясность Ваш брат говорил, что вы солгали им И всей семье Относительно результатов здоровья вашего отца Так вы лгали или нет Об этих медицинских результатах Вы держали их только по своим контролям Вы не давали, не допускали Своим братьям возможности Вникнуть в эти результаты И ознакомить их с тем Как в действительности Какой в действительности Состояние имеет ваш отец Я, я, я Я вообще Я не Я не Я не Николаем никогда Я Да я вообще никогда Не знал ни о каких этих результатах Это все Только знал мой отец Это может знать только мой отец Вы что Я никогда не знал ни о чем Ну, как я могла лгать кому-то вообще Антони также утверждает Что вы хотели Забрать своего отца Швейцарию, где вы живете Да-да Только лишь с целью Избежать огромного налога На то наследство Если же оно Откроется во Франции И если Исполнится воля Вашего отца Закончить свои дни Своим имением В душе Во Франции На протяжении своих Тридцати трех лет Я ни одного дня не была Против Каким-либо образом против Такого-либо решения Моего отца Мой отец наблюдается В Швейцарии Специалистами У него есть ряд заболеваний И он должен Последовать Швейцарию Несмотря на Какие-либо Разночтения В семье Несмотря на то Что кто-то считает Иначе И кем бы он Не являлся Сыном Там Братом Или каким угодно Его Медицинское здоровье Конечно же Требует Переселения Его Незамедлительного Переселения В Швейцарию Под опеку Специалистов И моя единственная Причина По которой Я хочу Его Переселить Перевезти В Швейцарию Чтобы его Там лечили Чтобы его Там вылечили Потому что Мы делали Практически Каждые два Месяца Осмотры Регулярные Чекапы Вот И все это Все это Требует Абсолютного Лечения А вот Мой брат Он категорически Против Лечения Моего Отца Он не понимает Что жизненно Важно Для него И делает Все Что против Его Жизни И вот С таким Так называемым Лечением Вот я Категорически Не согласна Я ничего Не могу С этим Поделать Потому что Я ничего Не знаю Ничего Насчет Там Каких-то Налоговых Ставок Или Каких-то Налогового Законодательства Я в этом Совершенно Не разбираюсь Поэтому Здесь Говорить О каких-то Финансовых Вопросах Я не знаю Я Я в них Совершенно Не специалист Аннушка О каком Наследии Мы говорим Какой Какой Размер Составляет Ваше Наследство С братьями Вы знаете Мы сейчас Вообще Говорим Как будто Он уже Умер Я вообще Не считаю Что так Надо Говорить Вот Я вообще Вы Не Не представляете Я Я не Я являюсь Никакой Девочкой Из кошелька Я Дочь Своего Отца А не Какая Нибудь Там Девочка Из кошелька Которая Только Деньги Одни На уме Ваш брат Аннушка Ваш брат Рассказал Что Уже Все Наследство Между вами Распределено И все Как бы Ставки И все остальное Уже поделено И все ясно Так вы Действительно Считаете Что вся Эта война Которая Происходит Между вами Она ведется Из-за денег Нет Она Совершенно Не из-за денег Как я считаю Я думаю Просто Что Антони Страдает И чувствует Себя Как-то Задетым От того Что у меня Есть доверие Отца Что отец Мне доверяет Больше Чем ему Вот Из-за этого Он и злится Просто А у меня С отцом Взаимное Доверие Полнейшее И это Мы очень Доверяем Друг другу И Это Огромное Бремя Для меня Вы не думаете Что мне Это так легко Аннушка В 2019 Ваш отец Сказал Что Самое большое Чтобы он Не хотел Чтобы его Дети Воевали Между собой Так Вот Как сейчас Происходит Вы Соблюдаете Это Пожелание Своего Папы Ну Дело Все в том Что в каждой Семье Я думаю Что есть Такие Проблемы Когда Кто-то Не согласен С кем-то И Никакого Исключения Не составляет То Что Такие вопросы Такие проблемы Затронули И нашу Семью Тем более Что наша Семья Публична И все Все это Сразу Становится Достоянием Общественности Как вы Знаете Ну И вообще Я даже Не знаю И не понимаю Что еще Можно Что сказать И Всякий Кто хотел Разобраться Он Должен Прежде всего Вникнуть В эту Всю Проблематику И Посмотреть На Нас И Не сравнивать Никогда Нас С кем-то Другим А это Преимущество Или Привилегии Которые Отец Испытывал Отдельно К каждому Из своих Детей А например Лично к вам Выделяю Лично вас Не могли Или по вашему Мнению Привести К обострению Вся этой Ситуации Несомненно Что это и Привело К развитию Такой ситуации Это очевидно Совершенно Но я готова До конца Вынести Ту ношу Которая мне Дана Аннушка Но поскольку Вы всегда Были Наиболее Любимой Дочерью Наиболее Любимым Ребенком Алина Делона Вы всегда Были Наиболее Близки С ним С вашим Отцом Чем кто-либо Из всех Троих Его детей Ну да Может быть Всем Покажется Это Ненормальным Но мне Действительно Очень повезло В жизни Что у меня Есть вот Такой папа И он Меня очень Любит И Вот И я Вот Я хотел бы Вам еще Сказать Что вот Например Сегодня вечером Перед тем Как Приехать Сюда Кому Я Это тоже Делаю Для себя Конечно Но В то же Время Я люблю Его Всем Сердцем И Моя Любовь Никогда К нему Не Прекратится И Было бы Стыдно Понимать Это Все Как-то Иначе И Можно И Правильно Ли Мы Полагаем Что Вы Готовы Заплатить Всю Ту Цену Которую Требует Вот Это Предпочтение Которое Связано С Вашим Выделением С вашим Предпочтением Со стороны Отца Да Несомненно Конечно Жен Такого Вопроса Тем более Когда мы Говорим О каких-то Предпочтениях О каких-то Формах Любви То я Думаю Что Вот Мой Папа Меня Любит Как раз Совершенно Искренне И Хотя Все его Дети От Одного И того Жилица Но у него Всегда Было Разное Отношение Он Всегда Ко всем Относился По-другому То есть С другими Его детьми Были Гораздо Более Конфликтные Отношения Ну да И как Всех Других Семьях Вот Так Бывает И вот У меня Точно Так же Довольно Конфликтные Отношения С членами Моей Семьи Но это Не меняет Того Факта Что Я люблю Их Их Тоже А почему Нет И наоборот Я очень Забочусь И думаю О них Всегда Аннушка Далон Вы Действительно Ли вы Подали Какой-то Иск Какую-то Жалобу В отношении Вашего Брата Против Вашего Брата Антони Да Такое Чувство Что Я Была Готова Просто Наложить На себя Руки В этот Момент Я вам Говорю Абсолютно Это Вот То Чувство С которым Я живу Последние Три Дня Я Не хочу Просто Быть Настолько Испачканной Вот Этим Все Меня Все Называют Какой-то Манипуляторшей И какой-то Нечестной По отношению К своему Отцу Какой-то Там Что я Что-то Там Химичу Или Кому-то Лгую Кого-то Обманываю Вообще Я не знаю Что еще Поэтому Очевидно Нормально Что я Подала Жалобу Я Подала Свой Иск И Конечно Подавать Иск Против Собственного Брата Это Ужасно Я думал Об этом Миллион Раз Я Никогда Не думала Что в моей Жизни Наступит Такой Случай Что я Буду Судиться С собственным Братом Но Как вы Видите Он Стал Таким Что он Просто Заставляет Меня Это Делать Поэтому Я Просто Обязана Сделать Это Для Себя Для Моей Семьи Для Своей Семьи Вот И В отношении Той Клеветы Что Вы Подали На него Жалобу Да Да Совершенно Верно Мой Отец Так же Считает Совершенно Так же Как и Я И Ваш Отец Еще Подал Такую Жалобу Как и Вы Да Он Полностью Согласен Со Мною Он Тоже На Это Дело Совершенно Так же Смотрит Он Совершенно То же Самое Сделал Что И Я Его Адвокаты Все Подготовили Все Сделали И Он Не мог Поступить Каким-либо Другим Способом Аннушка Мы Считаем Что Для Того Чтобы Положить Конец Вот Этим Всем Этой Сей Войне Делонов И Для Того Чтобы Разрешить Весь Этот Конфликт Между Вами Ваш Папа Должен Выступить Публично И Заявить О Своем Мнении Как-то Высказаться На этот Счет Как Вы Считаете Способен Ли он Сейчас На это В ком Состоянии Ли он Это Сделать Сейчас Ой Ну Несомненно Конечно Он На это Способен Еще Как Хотя Он Конечно Устал Он Утомлен Всем Этим И Он Очень Болен И Он Расстроен И То Что Он Пока Еще Не Высказывается И Не Высказал Свою Позицию Это Все Объяснено Пока Только Лишь Его Состоянием Физическим Но Вовсе Не Его Желанием И Его Позиции По Этому Вопросу Манушка Дело В том Что Прокурор Например В своем Письме Он Коснулся Того Момента Что Этим Лондон Сейчас Находится В таком же Состоянии Когда Ввиду Его Состояния Здоровья Он Уже Не Совсем Может Достаточно Чутко Различить Какие-то События И Вы Действительно Уверены Что Он Что Он Состояние Оценить Верно Всю Ситуацию Нет На Мой Взгляд У Отца Все Прекрасно И Очень Хорошо Я Совершенно Не Согласна Ни с Кими Выводами Прокурора Никакого Что Он Там Знает Вообще Мой Отец Страдает Это Действительно Но И Как У Любого Человека Который Заболел У Него Есть Сложности Связанные С Этим Да Ему Трудно Говорить Потому Что Потому Что Его Болезнь Самоболезнь Предполагает В общем-то Такое Течение Что Можно Потерять Голос Но Французы Вообще Не Должны Знать О том Что У Нас Тут Происходит Это Немного Это Него Личную Жизнь И Хвастаться Этим Распространять Было Бы Не Очень И Даже Я Разговариваю Сейчас С вами И Нарушаю Всю Эту Интимность И Нарушаю Всю Эту Его Частную Жизнь Да Большое Спасибо Вам Аннушка За то Что Вы Пришли К Нам И Рассказали Нам Об Все Этой Ситуации С Вашим Отцом Поделились с вашими соображениями на этот счет. От меня тоже большое спасибо вам и огромное спасибо за эту встречу. Продолжение следует...